Не хватило путевок тем, кто больше всего в них нуждался. Дети, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации, не смогли отдохнуть этим летом. Причина – нехватка средств на возмещение стоимости путевок. На сегодня у нас неосвоенными остаются почти 4 миллиона рублей, которые были так необходимы нашим лагерям именно в летний период. Но выделены они были в начале августа, когда уже невозможно было их освоить. В итоге некоторые лагеря уже были недокомплектованы в третьем сезоне. При этом мы неоднократно направляли письма Минспорта с просьбой довести сумму дополнительного финансирования. За городным отдыхом охвачено более 1200 детей данной категории, при потребности 3500. И это, конечно, вызвало жалобы и нарекания со стороны родителей. Комитет по образованию поддерживают и директора городских школ. Они также столкнулись с трудностями. Очень много у нас проблем, и лучше бы я коснулась этих проблем. Почему прошло сокращение палаточных лагерей? Да потому что требования сегодня настолько ужесточились, что они приводят к увеличению финансовым застратам. Там необходимо все сделать. И два года мы входим в реестр республиканских лагерей. И я хочу сказать, что сегодня, оценивая два года работы над этими нормативными документами, без них не обойтись. Тем не менее, в этом году детский отдых прошел удачно, благодаря усилиям городских властей. Вожатые детских лагерей поблагодарили руководство, устроив концертный номер. Высокую оценку дал заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хондархаев. Во-первых, примите поздравления от имени органов местного самоправления с успешным окончанием оздоровительной кампании 2018 года. Руководство города отмечает, что ежегодно у нас это направление в работе прибавляет. Несмотря на трудности, в этом году впервые в штатное расписание введены ставки психологов. Все, без исключения детские оздоровительные лагеря Улан-Удэ, оснащены камерами видеонаблюдения, а за безопасность отвечали лицензированные охранные предприятия. С одном Ирденеев, Сергей Костенко, Новости дня.